Здравствуйте! Мы находимся в Министерстве финансов. Поскольку интервью на очень актуальную и волнующую всех тему, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, несмотря на очень загруженный график, дал интервью абхазскому телевидению. Владимир Валерьевич, мы из СМИ часто слышим, что мир сегодня живет в иной реальности. В результате пандемии показатели экономики даже очень развитых держав значительно снизились. Как Вы могли бы обрисовать вот эту ситуацию, как она отражается на экономику Абхазии, например? Добрый день, спасибо за вопрос. Ну, несомненно, наверное, мировой новостью 2020 года является беспрецедентная по своим масштабам пандемия, которая захватила буквально весь мир и, несомненно, не могла не повлиять на экономику всех стран. Несмотря на то, что экономика нашей страны не очень большая по своим масштабам, и мы столкнулись с определенными сложностями и трудностями. Уже начиная с марта месяца текущего года обозначились предпосылки о возможных рисках выпадения доходов бюджета, связанных с пандемией COVID-19. Это обусловлено было в том числе и теми защитными мерами по здоровью населения, которые были приняты в конце марта текущего года. Несомненно, в этих условиях приходилось принимать мгновенные импульсивные меры, которые не позволили бы усугублять ситуацию, прежде всего, связанную со здоровьем наших граждан. Введенные ограничительные меры на тот период и действующие, по сути, до 1 августа текущего года, в определенной степени защитили здоровье наших граждан и позволили нам с уверенностью заявить о открытии наших границ, в том числе и для того, чтобы дать импульс развития нашей экономики. Всем помнится, что ограничительные меры коснулись не только изоляции граждан, но и, по сути, изоляции всей экономики нашей страны. Вся предпринимательская деятельность в нашей стране была, по сути, приостановлена. Отдельные предприниматели имели возможность обеспечивать продовольствием нашу страну. Я забегаю вперед, хочу от своего имени лично выразить признательность предпринимательскому сообществу, что именно в эти периоды они обеспечивали продовольствием нашу страну, безусловно, с поддержкой в форме различных мер и способов государства, в результате чего не создался продовольственный кризис и нет продовольственного дефицита. По итогам исполнения бюджета за 8 месяцев мы наблюдаем значительное выпадение доходов собственных, которое оценивается в 533 миллиона рублей. Основными выпадающими доходами, как и предполагалось, являются налоговые доходы. Замедление темпов экономики, снижение деловой активности, уменьшение товарооборота привело к тому, что один из лидеров налоговых доходов, такой как налог на добавленную стоимость, у нас подлежит значительному выпадению. Несомненно, вторым показателем идет подоходный налог вследствие снижения доходов граждан, ну и, разумеется, такой вид налога, как налог на прибыль. Несмотря на сложившуюся ситуацию в бюджетной сфере, естественно, приоритетными расходами по-прежнему остаются расходы на обороноспособность страны, на правоохранительную деятельность, финансирование, которое учитывается в полном объеме. Система здравоохранения является приоритетной. Дополнительно на эту систему направлено 105 миллионов рублей. Это беспрецедентные расходы для нашей страны. В этих условиях сегодня живет страна. Ну, помимо пандемии у нас вообще перед этим год был очень тяжелый, поскольку там были выборы, потом еще, по-моему, выборы, то есть промежуток очень большой. Это, по-моему, с лета 2019 года, то есть это тоже, наверное, не способствовало развитию экономики. Ну, несомненно, это известный фактор, когда на территориях происходят общественно значимые мероприятия, публичные, такие как выборы президента страны, выборы депутатов. Соответственно, в этот момент, в этот период, как правило, общественность привлекается к вот этим общественно значимым мероприятиям, и, как следствие, снижается в этом случае производительность труда. Вот мы за этим наблюдаем из года в год, и, несомненно, это не могло отразиться и в том числе на экономических показателях нашей страны. Повторюсь, что пандемия застала исполнение нашего бюджета практически с самого начала этого года, и уже в тот момент правительство осознанно начало заявлять о возможном выпадении государственных доходов. На тот момент эта оценка была сделана, она была озвучена публично в объеме 2 миллиардов рублей. Начался активный поиск источников, в том числе возможных источников заемных средств для обеспечения своевременной и полной выплаты обязательств государства. Когда такое длительное время границы закрыты, у нас экономическая деятельность фактически замирает. И летний курортный сезон начался значительно позже. На закрытие границ для нас очень пагубно сказалось на экономике, прежде всего на доходах граждан снизилась экономическая активность, и результат бюджета можно было, в принципе, предсказать. То есть задержки заработной платы, абхазской пенсии – это вот итог вот этих всех проблем. – Несомненно. Как и любая другая страна, Республика Абхазия имеет определенные обязательства перед своими гражданами. Прежде всего они выражены в форме прямых обязательств перед населением по выплате заработной платы, социальных пособий и многих других аналогичных и приравненных к заработной плате выплат. Ну я и здесь хотел бы выразить признательность нашему населению прежде всего за терпение и понимание. Понимание ситуации, в которой находится наша страна, она не единственная страна в мире, которая сегодня испытывает, по сути, мощнейший бюджетный шок и достаточно серьезный экономический кризис. Сегодня мы наблюдаем ежемесячные потери государственного бюджета, которых не было со всей истории собственного формирования бюджета Республики Абхазия в объеме от 100 до 120 миллионов рублей ежемесячно. Конечно, это приводит к несвоевременному и неполному обеспечению всех обязательств государственного бюджета. В этой связи, по уже опыту многих стран, и учитывая наши особенности национальные, компоненты формирования экономики и ведения бизнеса, и ведения дел в органах государственного управления, были приняты меры прежде всего по оценке финансового состояния нашей Республики. Это первый шаг, с которого надо было начинать, и этим занялось правительство. По предварительным оценкам, на начало принятия ограничительных мер, объем выпадающих доходов достигал бы до конца года в 2 миллиарда рублей. Естественно, начали приниматься меры, которые могли бы стабилизировать эту ситуацию. И среди прочих мер, действенных, которые могли изменить ситуацию, это была разработка предложений, представление президенту пакета документов, которые позволили бы определить принятие приоритетных мер направления бюджетных расходов. В этой связи, я уже об этом говорил, и в прошлом с вами интервью, 12 июня текущего года, были приняты такие решения, которые позволили правительству определить приоритетность расходов государственного бюджета. Именно вот эти механизмы сегодня сдерживают вот эту перегрузку бюджета. На территории Республики Абхазия по сегодняшний день числится задолженность по выплате заработной платы, в том числе и за июль месяц, а также за август месяц. С учетом тех показателей, которые есть у экономики страны, бюджетная система недополучила за 8 месяцев 533 миллиона рублей. Это огромнейшие потери для бюджета, которые сегодня не позволяют нам проводить расходы, предусмотренные бюджетом на 2020 год. Вместе с тем, делать предложение о секвестре бюджета, на наш взгляд, пока преждевременно, нужно до конца еще оценить и последствия после снятия режима ограничений, и потом уже более реалистично подойти к этому вопросу. Но здесь хотелось бы сказать, что больше всего страдают бюджеты наших районов. Там выпадение доходов от 60 до 90 процентов. Поэтому республиканский бюджет не может оставаться в стороне. Масштабная поддержка осуществляется, разумеется, и этим районом. За 8 месяцев в эти районы было направлено 500 миллионов рублей. Я еще раз повторюсь о беспрецедентной поддержке. Несомненно, все средства являются целевыми, которые направляются на выплату заработной платы. Нам удается стабилизировать бюджетную систему, несмотря на имеющуюся задолженность. Но я убежден в том, что мы задолженность по заработной плате в обязательном порядке погасим перед нашими гражданами. Сейчас, может быть, не совсем уместно, но раз разговор был о зарплате, я хочу спросить. Правительство говорилось, что повышают зарплаты. Но реального повышения чему-то я бы по своей организации или там, где работают мои друзья, я не замечал. Высокий уровень дохода дал бы большую покупательную способность. Это и налоги, опять-таки, в государство, и способствовал бы развитию экономики. Есть ли вообще планы повышать уровень дохода работников в бюджетной сфере? Ну, на самом деле, очень актуальный вопрос. Несомненно, размер заработной платы работников в бюджетной сфере в нашей стране остается достаточно низким и не соответствует, естественно, уровню жизни в Республике Абхазия. В этой связи, как и всегда, правительство работает над этим вопросом. И, на самом деле, одним из инструментов реализации этой политики в сфере повышения социальных выплат, повышения заработной платы было соглашение, которое между межправительственное соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазии о повышении заработной платы отдельным категориям работников в бюджетной сфере, в которую вошли работники здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта, социальных работников. Ну и по результатам реализации этого соглашения нам, естественно, удалось в июне месяце, после принятия правительственного решения, осуществить такое повышение. Оно, естественно, явилось достаточно масштабным по меркам, если в сравнении с прошлыми годами, достаточно масштабным. Есть категории работников в бюджетной сфере, которые проиндексировались до 30%. Уровень средней заработной платы доведен, хотя еще не до того предельного значения, о котором хотелось бы говорить смело, что вот он соответствует уровню жизни в нашей стране, но к этому мы, несомненно, идем. Вот еще одна острая тема – изменение порядка выдачи российской пенсии. Понятно, что такой порядок был установлен для недопущения злоупотреблений, которые имели место. Но для самих пенсионеров это казалось очень неудобно, особенно в период пандемии. Вот скопление в сперкассах показало, что это, наверное, не лучший вариант. И возможно ли проработать соответствующим службам это так, чтобы пенсионеры не страдали таким вот образом. На самом деле, последние новости о порядке и формах выдачи пенсии, естественно, они известны. Мы наблюдаем это изменение. Результатом принятия таких решений, несомненно, были основания. Для принятия таких решений были основания. Начиная с 2015 года между Республикой Абхазии и Российской Федерацией очень активно и успешно развиваются взаимодействия в сфере пенсионного обеспечения. Несмотря на тесное взаимодействие, как оказалось, что есть все-таки проблематика при реализации этого соглашения, а именно проблематика в выплате пенсии умершим пенсионерам. Обсуждение этих проблем с российской стороной имело свое начало с 2018 года. В текущем году по мониторингу, по результатам инспекционных действий Министерством труда РФ было обозначено, о том, что с 2015 года по 31 марта текущего года объем таких средств, выплаченных умершим пенсионерам, достиг 15,5 миллионов рублей. Соответственно, в этой связи надо было принимать соответствующие меры. Эти выплаты являются незаконного характера. Единственным пока выходом, который позволил бы сократить рост таких платежей, это временное ограничение пользования пластиковыми картами платежной системы АПРО и получение пенсии и надбавок к ним в кассах отделений сберегательного банка. Я так полагаю, что это мера временная, с учетом того, что через неделю в нашу страну приезжает рабочая группа именно для обсуждения этих проблем и выработать пути выхода из сложившейся ситуации. Я убежден в том, что в кратчайшие сроки такие пути выхода будут найдены. Но, несомненно, здесь хотелось бы сказать на усиление роли уполномоченных органов нашей страны по недопущению впредь аналогичных фактов. Это важно. Критическая ситуация у нас сложилась и в пенсионном фонде. Естественно, источниками формирования доходов пенсионного фонда... Это Абхазского пенсионного фонда? Да, разумеется, Абхазского пенсионного фонда, да. Являются страховые платежи, а также дотации из республиканского бюджета. На сегодняшний день в соответствии с законом о республиканском бюджете дотации составляли 137,5 миллионов рублей, которые расписаны до конца текущего года. С учетом значительного выпадения доходов, республиканский бюджет с опережением оказал поддержку в форме дотации в полном объеме. Более того, из-за нехватки средств в пенсионном фонде за счет резервного фонда президента было направлено на выплату пенсии и доплат пенсии пособий пенсионерам 30 миллионов рублей за июнь месяц. Вот именно такой поиск резервов и позволил сегодня не наращивать задолженность. На сегодняшний день числится задолженность за август месяц по выплате пенсии в объеме 56 миллионов рублей. Сегодня пенсия обеспечена за август в городе Сухом, обеспечена пенсия в Сухомском районе. Общее количество пенсионеров, получающих пенсию в нашей стране, около 46 тысяч, из которых 32 получают российскую пенсию. Я к чему об этом говорю? Дело в том, что в конце прошлого года было принято решение о доплате отдельным категориям пенсионеров, не получающим пенсию иного государства, о доплате сумм в размере 1000 рублей. Ежемесячная потребность на увеличение подобных выплат составляет 20 миллионов рублей. В этой связи постоянно требует чувствительного внимания и изучения ситуация с доходами пенсионного фонда. Поэтому со всех сторон уделяется особое внимание этой тематике. Договор с нашим стратегическим партнером Российской Федерации о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи предполагает финансовую помощь в такой критической ситуации, как мы сейчас оказались? Несомненно, подписанные межгосударственные соглашения реализуются, в том числе и в сфере порядка оказания финансовой помощи Республике Абхазии. Несомненно, руководство страны озабочено ситуацией по мобилизации доходов, по поиску источников дополнительных доходов в результате такого масштабного их выпадения. И в этой связи было обращение о рассмотрении вопроса компенсации потерь. Было обращение к российской стороне президента Республики Абхазия. И здесь хочется сказать, что в этом направлении очень предметно и активно ведется работа. Уже осуществлено мониторинговое мероприятие по финансовой оценке бюджетной системы нашей страны. На следующей неделе будет предметно осуществлена уже детализация по всем видам доходов. И я надеюсь, что результат будет в этом смысле положительный. Какие внутренние резервы, может быть, вы нашли, подбираете какие-то резервы для стабилизации ситуации? Первые шаги, которые делало правительство, это оценило риск, оценило потери. И сразу же принялось изыскивать возможности. Естественно, были приняты меры по активизации администрирования доходов. Здесь очень активную роль в этом вопросе сыграло Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет, другие органы государственного управления. А вот следующие шаги, которые предпринимались, они были нацелены на более эффективное использование бюджетных средств. Немаловажным фактором в этой связи явилось определение приоритетности расходов. С предполагаемой оценки потерь в 2 миллиарда рублей выровняли ситуацию до 400 миллионов рублей. На сегодняшний день, по оценкам Министерства финансов, общее выпадение доходов бюджета по стране составит порядка 1,6 миллиарда рублей. Для поддержки отечественного производителя, несомненно, нужны инструменты и механизмы, которые позволят развивать действующий бизнес и создавать новый. Здесь очень хорошим подспорьем может стать предоставление целевых кредитов кредитными организациями нашей страны. Более гибкую и эластичную денежно-кредитную политику необходимо проводить в этой сфере. На мой взгляд, можно рассмотреть вопрос об изменении, в том числе и ставки рефинансирования, или как мы ее называем, ключевой ставки, которая позволит предпринимателям, заемщикам определить возможность к расширению своего бизнеса, быть более доступным, кредит, возможно, может стать более доступным. В этой связи над этим надо очень предметно работать, но это нужно делать именно сейчас. Вот в таких условиях эта поддержка позволит предпринимательству не оставаться убыточным. Убыточное предпринимательство за собой влечет, несомненно, рост безработицы. Вот именно над этой проблемой надо предметно работать. Рост безработицы мы прекрасно с вами понимаем, что может за собой повлечь. Это очень негативные явления. И сегодня надо в том числе работать над ее сокращением. Вот это важные аспекты, в том числе через банковскую систему, которая может поддержать, реально поддержать и реальный сектор экономики. Здесь, еще раз повторюсь, государство не должно находиться в стороне. Следующим шагом, о котором хотелось бы сказать, это, естественно, создание прямых конкретных условий для привлечения здоровых инвестиций. Здесь одних экономических мер, несомненно, не хватает. Здесь непосредственно комплекс мер надо принять, в том числе и на законодательном уровне, который повысит защиту и гарантии прав инвесторов. Среди рассматриваемых резервных источников, помимо повышения администрирования, оптимизации бюджетных расходов, на мой взгляд, здесь еще необходимо осуществить полностью инвентаризацию всего налогового законодательства, в том числе налоговых льгот. На мой взгляд, налоговые льготы при ведении бизнеса должны предоставляться адресно и в целевом характере. Вот только тогда будет проявляться повышенный интерес предпринимательства. Вот только тогда бизнесмен будет мотивирован на увеличение инвестиций, увеличение деловой активности, цель устойчивого развития экономики. Вот в таком ключе хотелось бы видеть общую картину в обозримом будущем. То есть для оздоровления, оживления бизнеса необходимо в Ливане. Да, среди прочих мер, о которых мы говорили ранее, и эта мера тоже является ключевой, актуальной. К примеру, в агропромышленном комплексе, возможно, в сфере туризма. Сегодня, поощряя импорт, несомненно, можно выйти на хороший показатель. Но поощрять импорт и не создавать продукцию собственного производства, это не выход из ситуации. Это постоянная система поддержки экспорта продукции другой страны. Так экономика в стране не может постоянно развиваться. Она, в принципе, не должна. И вот к этому я хотел бы сказать, что уже и Министерством экономики разработаны давно мероприятия, которые потом поддержаны правительством, о мерах поддержки экспортной продукции в нашей стране. Это эти инструменты должны работать адресно, мгновенно. Владимир Валерьевич, мы у нас слышали, что у вас вообще нет выходных, вы работаете до позднего вечера. Как вы выдерживаете такой график работы? Когда вы отдыхаете? Ну, на самом деле, не я один так работаю в этих условиях. На мой взгляд, именно так и нужно работать большинству лиц, которые принимают ответственные решения, со мной вместе работают мои коллеги, члены правительства. В таком же режиме у нас ненормированный рабочий день, потому что от наших решений зависит ситуация, в том числе экономическая, в стране. Поэтому считаю, что это то время, когда именно так и в таком ритме, и в такой атмосфере нужно работать. Ситуация не будет такой страшной, как мы ее молюем. Что хотелось бы сказать нашим гражданам? Несомненно, оценивая ситуацию в нашей стране, сложно делать какие-то предпосылки на будущее. Но вместе с тем хотелось бы сказать, что наша страна находилась и в более сложных условиях, и в более сложных экономических условиях. И нам удавалось, и удалось выходить из этих кризисных процессов. Я убежден, что и на этот раз наша страна приложит все усилия, в том числе и руководство страны, приложит усилия для того, чтобы менять ситуацию к лучшему. Спасибо вам, Владимир Валерьевич. Я думаю, что у людей прибавится оптимизма после этого интервью.